Приветствую вас, давайте мы, наверное, с вами для начала определимся с тем, чего вы хотите, что вы хотите делать, чтобы что вы хотите делать. То есть вот есть проблема, вы боитесь темноты. С точки зрения психологии, темнота это страх перед неизвестностью, то есть вы, если говорить буквально, боитесь действовать слепую. Но вы же не думаете серьёзно, что только вы боитесь действовать слепую? Нет? Это было бы неправильно. То есть как бы не только вы боитесь действовать слепую, все люди боятся действовать слепую, но почему-то вы, только вы испытываете страх. Да. То есть конечно понятно, что темноты боятся, боитесь не только вы. Не хочу сказать, что вы такой уникальный в том смысле, что только вы боитесь темноты. Нет. Понятно, что темноты боятся и другие. Это верно. Но простите. Если принять во внимание тот факт, что вы, может быть, боитесь неизвестности, то в первую очередь работать вам нужно именно с этим. С неизвестностью. Как вы относитесь, например, с неизвестностью? Что вы чувствуете, когда речь заходит о неизвестности? К примеру. На мой взгляд, это как раз таки то, на что вам следует обратить своё внимание. На мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. Да? Как, например, часто, как, например, много вы ориентируетесь на свои чувства? Ориентируетесь ли вы вообще на свои чувства? То есть, как бы, это такой очень важный момент. То есть, к примеру, если вы стараетесь, к примеру, если вы стараетесь всё просчитать, вот. То это уже, как минимум, одна из возможных причин, почему вы боитесь семинатой. Если вы стараетесь себя защитить постоянно. То есть, если вы чувствуете себя в небезопасности и постоянно думаете о том, как бы, как бы, вот, как бы сделать так, чтобы было легче, было проще, было безопаснее. Что вот вам причина, по которой вы боитесь. Но это не точно. Проблема может быть и в другом. Проблема может быть и в том, что просто когда-то вас очень что-то напугало сильно, сильно. И напугав сильно вас, это что-то засело у вас теперь в подознание и оно на вас оказывает влияние. То есть, вот вы уже большой и вот вы уже взрослый, а оно, по-прежнему, всё равно на вас влияет. То есть, вы не осознаёте того факта, что бояться, чтобы бояться, это уже не надо. Вы не осознаёте того факта, что это уже не страшно. Но, тем не менее, всё равно боитесь. Боитесь по привычкам. Вам нужно помочь выйти из этого состояния. Завершить, прожить заново ту историю, которая вас напугала. К примеру. К примеру. Как вариант. Может быть и такая история, и такая ситуация, что... Вам этот страх для чего-то нужен. Правильно здесь сказал вам мой коллега. Правильно сказал. Возможно, страх вас, условно говоря, от чего-то защищает. Возможно. Но и это, к сожалению, не точно. Потому что у нас нет информации о вас. У нас нет знания о том, что вы за человек. Исходя из этого, я могу порекомендовать вам, вот то, что вы можете сделать прямо здесь и сейчас. Я могу вам порекомендовать посмотреть, когда, при каких условиях вы начинаете бояться темноты. То есть, какая степень, степень неосвещенности начинает вызывать у вас дискомфорт. Постарайтесь привести эту степень неосвещенности в такую форму, чтобы она была недостаточно темной для того, чтобы вызывать у вас страх, и чтобы вам было тяжело, чтобы вам было некомфортно и так далее. Но вместе с тем, чтобы это все-таки, например, вами чувствовало, чтобы вы чувствовали что-то, чтобы вы чувствовали что-то не так, чтобы вы чувствовали себя не в своей тарелке. Чтоб это был не страх, например, который заставляет вас паникало, что это был не страх. А, к примеру, чтобы это была просто вот такая тревога, такое тревожное состояние, при котором вам, допустим, просто было бы не комфортно и вот вы пытаетесь, значит, к этому состоянию, условно говоря, адаптироваться. И вот постепенно вы адаптируетесь к менее освещенному пространству, чем, к примеру, сейчас. А потом вы будете адаптироваться все к более неосвещенному пространству и так далее. Ну да, это, конечно, потребует от вас некоторых действий, это потребует от вас усилий, это потребует от вас упорства, возможно, это потребует от вас нуждаемости в поддержке, то есть, может быть, вы захотите поддержку, в этом случае я думаю, что мы, как психологи, вам эту поддержку готовы предоставить. Но нужно понять, в чем конкретно ваш страх заключается, что он на себя представляет его видом страха много. Ну а в основе любого страха лежат наши желания, которые мы себе по одним нам известным причинам, я сейчас, кстати, не ощутил, это действительно причины, которые известны в данном случае только нам, по одним нам известным причинам мы себе запрещаем. То есть, история здесь такая, что нужно исследовать, что, чего вы хотите и что вы себе не позволяете. К примеру. Вот, например, если вы боитесь, допустим, неизвестности, если вы боитесь неизвестности, то, скорее всего, за этим страхом скрывается потребность жить больше чувствами, нежели чем разумом. За этим драком скрывается потребность руководствоваться чувствами, а не разумом, как это вы делаете сейчас. Ну и все в таком духе. То есть, я надеюсь, я привел вам достаточное количество фактов, которые бы демонстрировали всю неоднозначность вашего переживания, всю неоднозначность ваших чувств, которые вы испытываете. И я ни в коем случае не хочу обесценивать то, что вы пишете. Я ни в коем случае не хочу обесценить ваши страхи. Я хочу, скорее, показать вам, что не все однозначно. Что нельзя просто написать вот так вот, я боюсь тематы, что мне делать. Да, это достаточно инфантильная позиция в том плане, что возникает вопрос. А что вы-то готовы сделать, кроме того, что задали краткий вопрос на сайте? Готовы ли вы что-то реально делать для того, чтобы бояться, за того, чтобы перестать бояться тематы? А может быть... Может быть ваш страх действительно вам для чего-то нужен? Может быть вы действительно боитесь себе на пользу, как говорится? И может быть действительно вы не хотите что-либо менять? А хотите просто доказать себе, например, что от вашего страха, допустим, нельзя избавиться? Может быть вы хотите себе доказать, что от вашего страха нельзя убежать? Нельзя скрыться, может быть так? То есть, понимаете, тут вот такой момент, тут такой аспект. И мне кажется, что очень важно все эти детали учитывать, если мы хотим разобраться в том, что с вами происходит. Поэтому, сбросите себя еще раз, чего вы хотите, подумайте об этом, о том, чего вы хотите. И сбросите себя, что вы готовы для этого сделать здесь и сейчас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.